Теперь Горбатый! Я сказал Горбатый! Горбатый, выходи! Из подвала появляется он. Герой нашего криминального сюжета выбирает узкий и, казалось бы, безопасный путь отхода. Но на улице, как и в легендарном фильме, его уже ждут полицейские. К подъезду дома на проспекте строителей сотрудники ППС прибыли в 3 часа ночи, после полученной информации о неизвестном, который пытается совершить кражу в подвале. Мы поставили конкретно уже задачу, чтобы найти злоумышленника, чтобы сразу пришло уведомление. Соответственно, когда пропадает у кого-то интернет, у нас сразу высвечивается то, что хоп, пропало там у 4-х человек интернет. Ну и, соответственно, сразу выехали, среагировали. Инженер компании-провайдера Владислав проводит экскурсию по подвальному помещению многоэтажки. По его словам, он уже в четвертый раз восстанавливает поврежденный кабель. После последней ночной вылазки злоумышленника весь полусейн обрезками провода. За что задержан? Задержан, резал кабеля. Для чего это делали? У меня денежные проблемы, просто временные. Теперь денежные проблемы у компании-провайдера. Ущерб от действий злоумышленника оценен ими примерно в 20 тысяч рублей. Каждый раз мужчина, будто замеряясь, срезал по километру интернет кабеля. Добычу на рассвете обжигал, а после отправлялся в пункт металлоприема. Сотрудниками отдела полиции номер 4 в составе управления МВД России по городу Саратово 15 декабря 2019 года был задержан гражданин 1982 года рождения, который подозревает в совершении ряда краш на территории Ленинского района города Саратова. Данный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. О том, что их подвал открыт для ночных посещений, знают все жильцы дома. Говорят, не раз просили слесарей заварить крышку и избавить их от миниатюрного кабельщика. В ближайшее время обещают полицейские. Данный гражданин их не побеспокоит. По фактам краш из подвала возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено пунктом Б, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса России. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Вести, дежурная часть, Саратов.